Всем привет! С вами Павел Басманов. И в сегодняшнем видео-уроке или видео-обзоре мы будем обновлять наш планшет на Windows 8.1 на Windows 10. То есть я специально ждал, когда именно придет приложение на планшет. То есть заняло это где-то около неделю. То есть я специально не стартовал никакой утилиты, не помогал именно планшет. То есть он сам. Ну вот, в течение недели мы получили, как вы видите на своих экранах, мы рекомендуем обновиться до Windows 10 бесплатно. Собственно, как вы видите, если я нажимаю, появляется сейчас экран. То есть Windows уже загрузилась. Иногда некоторые не знают, как лучше это сделать. Иногда проще вот так вот открыть мой компьютер. И вот здесь вот есть такая папочка. $Windows.-BT Вот это и есть, собственно, наша винда. Она и подгружается, по сути говоря. Туда эта темп папка. Туда все и грузится. Ну, мы, как говорится, уже все прошло. Мы ждем. Мы хотим обновиться. То есть, как мы видим на своих экранах. Продолжить. Нажать нужно. Мы и нажимаем. То есть я сам делаю это реально первый раз. То есть на виртуальных машинах я это не делал. То есть делаем это в реале. И как это все пойдет. Абсолютно говоря, не знаю. На планшете, на компах вроде бы проходит все нормально. А на планшете я еще ни у кого не видел, не слышал, как это все происходит. Ну вот, как мы видим, отлично обновления начинаются. Здесь мы видим лицензионное соглашение. Кстати, нужно его принять. В этом лицензионном соглашении, кстати, оно очень сильно изменилось. В отношении других операционных систем. То есть Windows 8.1, 7.1, XP, Vista и так далее. Не будем забывать то, что это абсолютно бесплатное, собственно, обновление. Но, как оказалось, по прошествии, когда он встал на других, собственно, компьютерах, не совсем это бесплатно. То есть идет таргетирование рекламы. То есть Windows как бы отслеживает, что вы делаете на своем компьютере, как вы это делаете. И, естественно, что вы смотрите. Давайте нажмем обновление. Ну вот, собственно, пошла перезагрузка. И почему именно так происходит. То есть вы смотрите. И, конечно, сервера Microsoft отслеживают все ваши действия. Вообще вплоть до переписки. Именно при настройке, когда обновляетесь или с нуля, это можно, конечно, все отключить. Но дело в том, что это отключение реально запрятано так далеко, что надо очень сильно подумать прежде, найти, где это происходит. Ну вот, собственно, обновление происходит у нас на уже 4%. Пока происходит обновление, я бы хотел немножко поговорить о новых видениях именно на Windows 10. То есть какие-то у нас есть. Ну, конечно же, меню пуск. То есть мы уже увидим наше новое меню пуск, где и плитки, и стандарты. Ну, вообще, мне, если честно, новое меню пуск нравится. Не знаю, как кому как, но мне, собственно, вполне устраивало и без меню пуск. Я работал отлично, без проблем, без всяких. Новый центр уведомлений. Вот это вообще вещь очень замечательная. То есть отображаться будет она в правой части рабочего стола по щелчку соответствующей клавиши. То есть это где вот часики, там у нас это и будет центр. Там мы будем вообще все видеть. Вообще это как на Android, как на Apple. Тоже вот такая вот вещь, которая уведомления, вся почта, все вот соцсети. Все туда будет падать. Это очень здорово. Если честно, меня это вообще здорово устраивает. Потому что иногда, не знаешь, а вот на компе иногда очень много информации приходит. Все будет падать в центр уведомлений. Поэтому на планшетах мне иногда нравится. То есть я на планшете сразу смотрю и отсеиваю, что мне не нужно. То есть я на iPad, допустим, или на Android сразу моментально отсеиваю спам и всякую ерунду. То, что вот это именно центр уведомлений очень вам понадобится. Конечно же там и будут и календарь, и вызовы в Skype, будильник, там магазин приложений. Ну, короче, куча-куча всего, у которого это будет все в одном месте. Конечно же персональный виртуальный ассистент Cortana. Но пока на русском он недоступен. Это, наверное, такая же ситуация, как и с Siri. Но вот на Android, кстати, они сразу, у них как на русском, сразу нормально был. Почему Cortana еще на русском нету? Ну, будем ждать. Что же еще? Ну, и конечно же, конечно же, это новый браузер Microsoft Engine. Маленько сарказмом я это говорю. Так как я еще его пока не тестировал, пока не знаю, что же там за такой браузер. Почему так все там, как говорится, именно представители Microsoft говорят, что это просто круто, это вообще просто супер-пупер. Но посмотрим, время покажет. Собственно, пока я ни положительных, ни отрицательных отзывов пока о нем не буду говорить, так как с ним еще не работал. Поработаю, потом скажу, нравится он или мне, или нет. По крайней мере, Microsoft предыдущий браузер Internet Explorer, я с ним вообще не любил работать, и до сих пор я с ним не работаю. С ним иногда приходится просто работать по работе, то есть с банковскими системами и с другими. Ну, это такой вот издержек. Ну, и, конечно же, поддержка гибридных ПК-2 в одном. То есть, когда мы отключаем планшет, допустим, от Квайантуры, он сразу как планшет работает. Подключаем, он сразу как простой стационарный компьютер работает. Это здорово, у кого, собственно, такая вот вещь есть, это прекрасно. Ну, и, конечно же, у нас есть виртуальные рабочие столы. Фишка эта, собственно, уже давнишняя, в Linux, в iMac, то есть в iOS, это все уже давно есть. Ну, посмотрим, попользуемся, как это будет удобно, как и нам предлагают, собственно, ну, как и везде существует. То есть, один рабочий стол, допустим, для ваших развлечений, второй рабочий стол, это для, собственно, работы. Ну, посмотрим, как это будет. Новый магазин универсальных приложений на Windows 10. Мы с ним еще посмотрим, познакомимся. Также потоковая передача игр с Xbox One на ПК и планшет. Не знаю, попробуем. У меня не Xbox One, у меня простой Xbox. Не знаю, попробуем, может, что-то у них и будет. Ну, ради интереса поглядим. И, кстати, там приложение у Xbox, то есть, которое будет становиться в десятку, им можно будет записывать экран. Но вот я не помню, то ли игры только можно записывать прямо на вашем компьютере эти приложения, то ли вот как рабочий стол сапокастом он отключает. Ну, это мы посмотрим. Усовершенствованный, конечно, Windows Defender, то есть, это антивирус от Microsoft. Он умеет контролировать актуальность использования им вирусных сигнатур. И, если сторонний антивирус не обновляется в течение 3 дней, автоматически перехватывает управление защитой компьютером. Вот так вот. То есть, вот такая вот фишка в нем появилась. Ну, и, конечно же, улучшенный email клиент. Тоже будем с ним разговаривать. Ну, и, конечно, вот что мне самое интересное, это нравится, это система биометрическая аудификация Windows Hello. То есть, или отпечаток пальца, или зрачок. Если честно, буду тестировать. Очень клевая фишка. Давно хотел это попробовать. Будем пробовать. Также поддержка технологии Haberbost Instant Go. Фоновое обновление системы. Как раз в домашней нельзя отключить. Будет постоянно обновляться. То есть, ну, такая вот фишечка. Ну, и, конечно, защита технологии защиты. То есть, зловредные коды защищают процесс загрузки ОС на всех критических этапах. Также есть функция Device Guard. Это функция, с помощью которой организации могут поддерживать корпоративное устройство под контролем. Ну, к домашним пользователям, естественно, к нам не относятся. Видус Feedback. Это, собственно, обратная связь с разработчиками. С его помощью можно следить за последним новостями в системе. Оставлять отзывы о работе платформы. Но, опять-таки, это только на английском. На русском не знаю. Посмотрим, будет это или не будет. И также не забываем на наших экранах. Мы видим, что у нас обновилось уже до 90%. И продолжаем. Есть также обмен паролями от точек доступа Wi-Fi. Если честно, меня это не устраивает. Вот, честно говоря. Контроль трафика приложений. Очень клевая штука. Можно отсматривать, какая штука у вас, какое приложение. Есть интернет. Обновленные карты Windows. Поддержка Dirix 12. Ну, вот этого все ждали. Это, конечно, круто. Будем, собственно, ждать. Ну, и, конечно, улучшенная работа с окнами. То есть, 4 окна можно разворачивать. Возможны прокрутки неактивных окон. Запись игрового видео, как я и говорил. Позволяет записывать видео в играх и делать снимки экрана. Чтобы активировать именно эту функцию, нужно во время игрового процесса нажать Win-Kill. И, а затем все окнуть мышью по красной клавише для захвата картинки с экрана и ее записи файл. Полученное видео сохраняет фарфки MP4 и так и далее. Ну, вот, собственно, наш уже планшет перезагрузился. Об новинках мы, может, продолжим чуть дальше. Осталось совсем чуть-чуть. Какие новинки на данный момент уже существуют. Ну, это первая перезагрузка. Я считаю, до Windows 10, собственно, обновление пока происходит очень замечательно. Очень быстро, я бы так сказал бы. Вот какие-то, собственно, окна появляются. И идет обновление Windows. У нас перешел планшет в другой формат. Так, я сейчас постараюсь перенаправить его. Ну, вот, собственно, происходит обновление Windows, как мы видим дальше продолжается. То есть, что-то там делалось. И копирование файлов пошло 2%. Ну, и видим большой, собственно, значок 0. Ну, здорово. Мне, по крайней мере, в данный момент, собственно, все устраивает. Сейчас копирование. Потом будет происходить установка компонентов и драйверов. Ну, и, конечно же, настройка параметров. Куда же без нее? Вот так вот. Ну, пока опять мы продолжим наши обновления. Читать, что у нас еще новенького появилось. Конечно же, обновленный календарь. Вот этого, если честно, давно я жду. Жду, когда он, собственно, можно его объединить с Google. Ну, я не знаю, посмотрим, возможно ли это или нет. Что у нас еще есть? Обновленный просмотрщик фотографий. Тоже будем это смотреть. Включение, конечно же, новых сборок Windows 10. Как я и говорил, это обновление для домашних. То есть, автоматически будет падать. Буквально, собственно, на днях упало очень мощное обновление. И у многих компы просто ушли в ребут постоянный. У некоторых нет. Ну, вот, как бы, такая вот, собственно, неприятная история происходит частенько с нашим Windows. И мне, если честно, иногда не нравится. Ну, хотя это не только с Windows, а тоже с самой компанией Apple. У них такие же проблемы есть. Каждая сборка, хоть у них бета-тестирование происходит, там куча, куча, куча бета-тестеров. Но дело в том, что когда происходит реальное обновление, то есть, выходит куча проблем. У кого отваливается Wi-Fi, у кого вообще чуть ли не в кирпич. Так что, кричать все на Windows, я считаю, неправильно. Каждая система, и Android, и те же самые Linux, и Apple, они все косячат. То есть, у всех мы большие, все просто бета-тестеры. То есть, когда выпускается система, начинаются, собственно, появляться проблемы. Об этом узнают разработчики. Естественно, они залатывают эти проблемы. Вот такая вот, собственно, история. Так что, кричать Windows плоха, я не согласен. Полностью плохи все системы, плохо отрабатываются. Где-то, наверное, какие-то проблемы именно в тестировании это все-таки происходит. Также, собственно, в Windows 10 появились новые горячие клавиши. Об этом я, как бы, в группе, вроде бы, в нашей, я об этом выкидывал информацию. Собственно, там это все есть. То есть, управление всякими рабочими столами, переключение задач, управление командной строкой. Там тоже очень много дополнительных всяких клавиш. Ну, и так и далее. Собственно, все это есть в нашей группе ВКонтакте. В Одноклассники я вроде выкладывал, не помню, если честно говоря. Но это все где-то есть. Также есть очень много полезных функций, ну, которые мы будем, конечно, все это рассматривать. Настройка размера стартового окна, допустим, Wi-Fi Sense, об этом я уже говорил. Выбор стартовой папки для проводника. Это тоже, кстати, очень удобно. Тоже об этом будем разговаривать в следующих уроках или еще что-то. Также есть приложения, то есть, новые инструменты для управления приложениями. То есть, это все это есть. Облачные защиты, то есть, в реальном времени. Все это новые фишки, как бы, Windows 10. Ну, и, конечно же, обновление из локальных сетей. Это все, что касается корпоративных. Анализ использования данных. То есть, я, как и говорил, экономия батареи, то есть, функция позаимствована из Windows Phone. А вот это тоже для владельцев ноутбуков, мне кажется, это вообще будет замечательно. И для владельцев планшетов, то есть, у меня тоже будет это, собственно, есть. Но экономия, собственно, там уже на планшете у меня была. Вот для ноутбуков, мне кажется, это будет здорово. Ну, и, конечно же, управление местом, то есть, раздела хранилища. И, кстати, по поводу этого раздела хранилища. Дело в том, то, что нам дается 20 дней на опробование новой системы. То есть, наша старая система сейчас там забэкапилась где-то, она там сохранена. Она где-то занимает там около, может, 15-20 гигов. Я у себя вот сейчас не знаю, мы еще быстренько, может, возможно, глянем. И дело в том, то, что если у вас мало места, если вы, собственно, согласны, то есть, у вас все здорово, все нормально, то можно просто это удалить. То есть, в хранилище можно просто взять и удалить старую копию. Но через 20 дней после установки новой системы она сама автоматически удалится. Так что можно не париться по этому поводу. Автономные карты, то есть, их можно скачать. Это тоже очень здорово. Мне, если честно, очень понравилось то, что помимо карт я могу скачать и использовать автономно. То есть, где нет, допустим, интернета и так далее. Ну, как бы и все. А теперь просто мы ждем, когда одно это копирование файлов произойдет у нас. И будем дальше разговаривать об установке компонентов и настройке параметров. Ну, вот, собственно, где-то на 20% наш планшет, собственно, ушел в перезагрузку. И ждем, что же нам сейчас покажется. Я, кстати, думал, что все-таки будет до 100, как бы, или еще что-то. Но копирование, наверное, произошло именно где-то на 20%, то есть, от общего времени, то есть, именно таймера. И ждем дальше, что у нас произойдет с нашим планшетом. Пока серый экран и непонятно что. То есть, вообще тишина полностью. Ну, вот, мы увидели, собственно, что у нас до 30%. Копирование файлов у нас завершено. То есть, сейчас проходит установка компонентов и драйверов в процентах опять. То есть, как мы видим, в 32% пошло. То есть, десяточку мы перепрыгнули. Ну, что ж, ждем дальше, что у нас происходит. Вообще, если честно, мое мнение, маленько долго. Ну, хотя, я, может, предвзято отношусь к планшету, все-таки, здесь нет таких мощностей, допустим, как на компьютере. Но, мне кажется, долго. Хотя, с другой стороны, я бы так сказал, что, во-первых, это все-таки большая операционная система, очень мощная. И обновляется она так, поэтому довольно-таки долго. Хотя, если опять мы уйдем, допустим, к Apple, ну, там, собственно, это все делается тоже минут где-то 45. А пока скачивается, собственно, я недавно обновлял со старой версии до последней. То есть, там, Leon приходилось аж покупать диски за, там, тысячу рублей, чтобы это все обновить. То есть, это был бы довольно-таки процесс очень интересный и долгий, если честно. Происходило это где-то около двух недель, пока мы ждали диск. И до последней, собственно, версии мы на iMac обновились. То есть, ну, тоже все приходилось с бубнами. И так и далее. То есть, на том же самом Apple, там иногда непонятно, что было написано, что нужно закупить, чтобы обновиться со старой версии до последней версии. То есть, мы перепрыгивали, то есть, обновлялись почти что 3 или 4 версии. Ну, так вот у человека было, что он ничего не обновлял. Ну, бывает. Главный результат. Результат как раз был самый хороший. То есть, все сделали, все отлично и все работало. То есть, на Винде, то есть, это реально первое, собственно, и опыт именно Microsoft, что сама, собственно, операционная система перепрыгивает. То есть, нигде не XP. Можно было поверх ставить, но опять-таки, это было не совсем удобно. А Windows 7 до Windows 8 можно было тоже, конечно, обновить. Но, опять-таки, это все было не очень удобно. Я бы вот так вот выразил. Совсем неудобно, я бы сказал. То есть, всегда было лучше с нуля ставить. По поводу Windows 10, как бы, сами Microsoft именно перешли на вот именно такое коммуникативное обновление. Будем смотреть, тестировать. Все это покажет времени. То есть, возможно, лучше с нуля ставить. Возможно, так же можно было и обновиться. Как бы, в течение года мы можем обновиться бесплатно. По поводу крякнутых версий. То есть, у многих крякнутые версии. Мы же все-таки живем в России, как говорится. А у нас мало кто не хочет платить большому этому брату. Тем более, который находится неизвестно где и далеко от нас. Для домашних пользователей у некоторых проходит все окей. То есть, сама Windows 10 именно проверяет, есть ли ключ. У нас он есть. Как бы, мы же все-таки активировались. Хоть как-то по-другому. Ну, не важно. То есть, мы его не покупали. Это у нас как бы пиратский. И проходит. Но, есть один нюанс. У некоторых сборки всякие непонятно какие. То есть, чьи-то кто-то там собрал, пересбирал. Вот там может быть как раз и проблема. То есть, у кого чистая была сборка, он тупо ее активировал. Тем-то там каким-то активатором. А тут, думаю, проблем вообще не будет. У кого сборка, возможно, будут проблемы. Потому что, там очень много было вырезано. И как бы, я просто уже думаю. И скорее всего, так оно и будет. Что вот именно с переходом на Windows 10, как бы, там будут проблемы. У кого чистый был образ, то просто активировали. То, я думаю, как раз проблем не будет. Так что, можно свободно попробовать активировать. Но, как говорится, на нашем блоге у нас есть, собственно, и на нашем канале YouTube. Есть бесплатные утилиты. То есть, обзор, где можно сделать образ системы нашей перед обновлением. То есть, вообще, всем советую сделать образ диска C перед обновлением операционной системы. Чтобы он у вас был. И чтобы, если вам вдруг что-то не понравилось. Или у вас, там, активация слетела. Или еще что-то. Или какие-то драйвера у вас не пошли. Что тоже реально может произойти. Вы всегда могли откатиться назад. Это мой самый первый совет. И самый, я думаю, нужный для простых пользователей. То есть, всегда делайте бэкапы. Ну, и, конечно же, у нас есть, как бы, курсы. Есть уроки по бэкапам. И так и далее. То есть, и на YouTube, и на блоге. Это все есть. Как сделать образ. Все это есть. Смотрим внимательно. Делаем бэкап. Потом обновляемся. Это будет лучший способ для вас всех. То есть, это вот не пренебрегирайте моим советом. То есть, делайте. Потом не кусайте локтем. Что у вас ничего не работает. Ну, что ж. Мы все ждем, когда же у нас обновится Windows 10. Весь мир уже, как я напоминаю, уже 10 дней назад. Это практически получил обновление. Но мы получили его по прошествии недели. Ну, вот так вот. До планшетов долетело у меня позже почему-то. Хотя, стационарный комп у меня вообще постоянно в сети. Там стоит Windows 8.1 операционная система. И там у меня еще тоже ничего нет. То есть, я еще не вижу. Но дело в том, что у меня там Pro-версия. Может, идет сейчас волна до простых пользователей. И поэтому у меня как бы там не пришло обновление. Но, скорее всего, на компьютере я просто специально, как бы, специально утилитой от Microsoft. Я просто сделаю обновление и все. И не буду париться. То есть, я уже там попробовал, скачал образы. Можно домашнюю, 32-битную, 64-битную. То есть, это все можно скачать уже на свой компьютер. Можно попробовать также на виртуальных машинах или еще на хоть чем. Можно это все попробовать. Или можно просто, как бы, с толкача обновить свою операционную систему. А не встроенными, как бы, функционалом встроенным. Ну, вот так вот. Ждем дальше. То есть, установка и компоненты драйверов уже сейчас выполнена на 38%. То есть, и потом у нас пойдет настройка именно параметров. Ну, вот, собственно, у нас третий раз перезагрузился наш планшет. То есть, сейчас установка, скорее всего, произошла драйверов до конца. 71% на данный момент. Сейчас посмотрим, что у нас будет дальше. То есть, третья перезагрузка. Три перезагрузки. Ну, я думаю, это, считаю, неплохо, нормально. Собственно, будем смотреть сейчас, как дальше по устройствам. Как у нас устройство определить именно на планшете. Ну, думаю, на планшете, собственно, никаких таких проблем абсолютно не будет. Ну, вот, мы видим настройку параметров. Собственно, 1%. 75% уже. То есть, осталось совсем чуть-чуть. И мы увидим нашу Windows 10 на нашем планшете. Ну, что ж, ждем. Настройка параметров происходит намного пошустрее. Как мы видим, уже 34%. А 83% все это намного быстрее происходит. Допустим, чем копирование файлов и установка компонентов и драйверов. Мне кажется, это пошустрее будет. Произойдет. То есть, буквально, буквально чуть-чуть осталось. И мы скоро увидим это все. Ну, вот, как мы видим, собственно, на наших экранах у нас уже 97%. Настройка параметров тоже на 90% уже завершена. Собственно, все делается в фоне. Я имею в виду, вплоть до установки Windows 10, как уже давно я в роликах каких-то делал, происходит это все довольно-таки быстро и интуитивно. То есть, проблем как бы с этим нету. То есть, все просто. Ну, как говорится, всегда не нужно забывать то, что у нас файлы находятся, которые могут затереться и так и далее. Ну, вот, мы видим 99% уже подготовка к работе. То есть, сейчас мы уже прям ждем запуститься, когда у нас операционная система на нашем планшете. Вот. Ура. То есть, все у нас запустилось. Как вы видите, он мою учетную запись подцепил. Здесь нам просто нужно нажать «Далее». Или, допустим, если я не Павел Басманов, допустим, здесь я под другие учетки могу зайти. Тоже здорово. Нажимаем «Далее». Здесь «Повысить скорость работы» там и так и далее. Здесь есть «Подробнее» и есть «Настройка параметров». По этому поводу мы еще будем больше разговаривать по именно настройке параметров. Ну, это, как говорится, уже в дальнейших уроках, где как раз можно что-то отключить, что-то включить. Именно даже отслеживание, собственно, всех наших действий для Microsoft по поводу таргетирования рекламы. «Использовать стандартные параметры». Здесь новое приложение, то есть, как мы видим, нас знакомят фильмы, Microsoft Edge, фотография, музыка и так и далее. То есть, нажимаем «Все это далее». И «Завершение настройки». Ну, и так, я думаю, что здесь сейчас происходит опять перезагрузка. То есть, получается у нас… Нет, не перезагрузка. К сожалению, нет. Вау! Мы видим совершенно, собственно, интереснее намного наш экран. Если честно, мне он прям вообще просто офигенно. Мне он нравится, если честно сказать. Есть Wi-Fi, есть батарейка. Собственно, все показывает, как мы видим на своих экранах. Все очень здорово. Обойки вообще прикольные. Так, довольно-таки какие-то интересные. Ну, что ж, открываем. Вот, собственно, сразу вот пароля кругленькие. Я, собственно, как бы моя фотография. Ну, и, конечно же, новый логотип Windows 10. Здесь вводим пароль. Вот, я ввел пароль по поводу экрана клавиатуры. Ну, пока я не вижу какой-то, собственно, изменений. Но это буду я, собственно, смотреть дальше. Ну, что ж, входим в нашу операционную систему. Ну, вот, там говорит «Привет». Тоже, конечно же, «Привет». Мы выполняем настройки. То есть, еще происходят небольшие настройки после входа в нашу учетную запись. Во-первых, у меня учетная запись именно от Microsoft. То есть, некоторые советуют именно Windows 10 входить под локальную учетную запись. И тогда как раз не будет таргетирования вашей рекламы. То есть, и не нужно лезть в настройки. Но это будем все проверять. Это, собственно, я все буду тестировать. Проводить над этим немало времени. То есть, ну, я думаю, ближе, через несколько месяцев, вообще, будет уже все ясно и понятно. То есть, не я один такой, который любит полазить в нашей операционной системе. Особенно, когда она совершенно новая. То есть, народу много. Весь мир, собственно, и все любят посмотреть. Как говорят, смотрим за новостями и все, что интересного, конечно, что я буду тоже в нашем блоге и вам, как говорится, рассказывать на нашем канале. То есть, я буду это все показывать об нашей новой операционной системе Windows 10. Ну, что ж, вот это осталось еще пара задач. Это, собственно, как бы из Windows 8.1 такая вот штука была. То есть, осталось чуть-чуть. Подождите, чуть-чуть. А вообще, у Microsoft, вот именно со временем, помните, как бы при установке Windows 7, там Windows XP, там отсчитывалось, сколько осталось времени. А здесь мы видим кругляшок, собственно, с процентными, как бы, данными. То есть, мы здесь видим. Ну, не знаю, в процентах, собственно, тоже он тут прыгает. По времени тоже непонятно. Ну, я думаю, почему это происходит. Мы все за это хаем. Но, вот, допустим, если мы вернемся к Apple, у них стандартное железо. То есть, там железо стоит, то есть, две модели и все. Windows ставится чертова куча на какую железо. Поэтому, не нужно хаять именно поэтому. Об этом некоторые забывают. Типа, вот, Apple там все ништяк. Да, Apple все ништяк. Ну, у них всего две модели. А Windows ставится чертова на какую тучу железо. То есть, вот это нужно тоже об этом думать. И, как бы, где там хорошо или где плохо. Я советую использовать все разные системы. Кому что нравится, тот, как говорится, то и использует. Но у каждой системы есть плюсы, есть и минусы. И, мне кажется, они идут наравне. И у них такая здоровая конкуренция, которая мне очень нравится. Вот, по этому поводу еще будем много говорить. Не за горами, кстати, как я говорил еще в начале нашего обзора. То, что выпустилось коммуникативное обновление, которое там занимает около 300 мегабайт. И у некоторых компы, там что-то в перезагрузку начали в ребут постоянно уходить. У некоторых нет. Ну, там есть определенный процент. Это, собственно, как и на Apple, тоже там определенный процент, у которого почему-то не работает ничего. Ну, вот так вот. Но в августе, то есть уже сейчас, где-то к концу августа, они хотят выпустить еще большое обновление, которое как бы и уберет все эти косячки. А также осенью мы ждем, собственно, обновление на Windows Phone 8.1. Я буду снимать. Собственно, у меня телефон на Windows Phone 1.1. Собственно, топовая версия в данный момент. Как раз она будет подходить для нашего тестирования. То есть, самый мощный процессор на данный момент. Ну и, как мы знаем, то, что с выходом Windows Phone 10 мы увидим новые телефоны от Microsoft. Вау! Все! Вот! У нас установилась, собственно, наша операционная система. Здесь мы все видим. Смотрим. Пока я не вижу, если честно сказать, своих значков, которые у меня были на рабочем столе. Да это очень такой интересный нюанс, если честно сказать. Так, антивирус у нас ушел, доступно обновление, как мы видим. Тут ладно, пусть он обновляется. Вот центр уведомлений, о котором я говорил. Пока, конечно, нету никаких. Мне кажется, он еще что-то подгружается вообще. Потому что... Ну вот, собственно, собственно, все оказалось просто. Почему здесь я не вижу, собственно, как бы моих ярлыков? Это плитка. То есть, я вот сам даже, видите, маленько пролетел. Идет установка обновлений какие-то у Андрайвера. Это как бы видим. Но вот здесь вот плитки как-то все не разошлись. То есть, они сейчас вниз все собрались. Я их потом соберу, конечно, красиво. Если мы уберем планшет, то мы увидим, собственно, все наши ярлыки. По крайней мере, я пока даже не вижу вход в рабочий стол. То есть, мы видим только вот именно как бы метро. Раньше, как вы помните, здесь можно было зайти в рабочий стол и там посмотреть. Давайте все-таки выйдем из режима планшета. Вот мы вышли из режима планшета. Здесь пусть обновляется. Кстати, по поводу настройки в Андрайверс. Дело в том, что... Здесь я уберу. По поводу настройки в Андрайверс. Там вот такая вещь. То есть, на планшетах, на телефонах, там можно было просто смотреть и как бы уже видеть, что загружается, а что нет. А сейчас пока вроде, ну не знаю, может исправили, не исправили. Там как бы все грузится. Ну, вот такая вот история. Ну и как мы видим, здесь, собственно, все обновилось. Все мои, собственно, программки все установлено. И давайте расширенный режим посмотрим, как он у нас здесь отработает. Кстати, он все полностью отлично отработался. То есть, это режим бога. Он также действует в Windows 10. Собственно, без проблем. Как бы, ну, осталось это так же все. Можно работать. Это очень здорово. Если честно, мне очень нравится. Ну что ж, руками, если честно, все удобно. Все работает. Тот же самый Microsoft Engine. Давайте его запустим. Все-таки много разговоров по этому поводу было, пока он еще что-то не запускается. Я говорю, все еще что-то настраивается. То есть, мы только что увидели. Ну вот, собственно, пуск достаточно быстро произошел. Сразу он отправляется, конечно, на рабочую страницу Microsoft.com. То есть, добро пожаловать. Ну вот, абсолютно новый бразиль для Windows 10. То есть, мы здесь можем как раз почитать. Пишите прямо на веб-страницах. Читайте, не отвлекайте. Все в одном браузере. И бла-бла-бла-бла. Ну что ж, мы еще его будем тестировать. Может, он на самом деле еще очень довольно-таки хороший, собственно, браузер. Ну, и мы видим, то есть, я хотел вам сказать, смотрите, у нас маленько ярлычки изменились. То есть, корзина стала, сеть и мой компьютер. Как вы видите, маленько они изменились. То есть, это мы потом будем все подключаться, как бы, более лучше, чтобы это все видно было. Но, собственно, как я и говорил, вообще проблем нету именно в установке или еще в чем-то. То есть, вообще никаких я не видел проблем. То есть, что-то не так, допустим, что-то не так. То есть, все здорово работает. Вот наш магазин. Давайте, кстати, его посмотрим. Сейчас все приложения можно разворачивать. Решается здесь вот совершенно новый магазин, то есть, список категорий. Ну, собственно, чем-то он, да, новый, как бы, маленький дизайн. Там, допустим, наше приложение, если посмотреть мои приложения. Все это можно посмотреть. Ну, конечно же, все это разбавлено разными приложениями, игры. Самых топ-лучших. Ну, частично напоминает, собственно, и другие приложения, как бы, от Google и Apple. То есть, все то же самое. Все те же самые магазины. Собственно, фишки практически те же самые. Ну, и остальные нововведения, конечно, будем рассматривать в других видео. То есть, вот новый экран, кстати, можно посмотреть. Вот, создадим рабочий новый стол. И, как вы видите, у нас несколько столов. Но об этом мы все будем еще разбираться. Более подробный факт в этом уроке был то, что мы обновились. И все работает. Еще одна проверка. Мы проверим все наши устройства. То есть, проверим именно свойства. Посмотрим, что у нас сейчас в свойствах. Как мы видим, это Windows 10 домашнее. Все у меня от Асера полностью. Все работает. Ну, и, конечно же, мы диспетчер устройств посмотрим. В диспетчере устройств, как вы видите, все датчики, собственно, все нормально. Все без вопросиков. То есть, все отлично работает. Ну, что ж, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами был Павел Басманов. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok